Всем здравствуйте! Я медицинский психолог, нутрициолог Алена. Сегодня с вами говорим, как улучшить сон и снизить вес. Очень классная тема, которая подходит очень-очень многим моим подписчикам. Почему сон? Потому что многие не знают, что при дисбалансе циркадных ритмов, при бессоннице, появляется больше аппетит, организм начинает расходовать стрессовый гормон, точнее не расходовать, а запасать. И для того, чтобы улучшить сон, мы сегодня поговорим, что нужно делать. Первое, ребята, никогда вечером не переедайте прям на ночь, если хотите спать спокойно. Иногда чувство вот это вот немножко не доел, немножко, немножко, оно влияет на детоксикацию всех процессов. Это не значит, что в течение дня вы ходите голодным и вечером тоже ложитесь спать голодным. Другой момент, сон может быть плохим, потому что организм находится в интоксикации. Что это такое? За сутки вы не успели подвигаться, побегать, выпить достаточное количество воды, съесть свой белок, дать себе суточную норму витаминов, минералов, антиоксидантов. И многие думают, что это как бы так, но просто, 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 просто так. Нет, на самом деле сон не будет полноценным, если в организме не хватает базовых электролитов и минералов. Многие не знают о том, что действительно натрий, калий, кальций, если не содержатся в организме в этот момент, на данный период времени, то организм может давать бессонницу. В другой момент бессонница бывает нервная, когда вы думаете о каком-то событии, и оно у вас крутится, крутится, крутится в голове и не дает вам спать. И тогда нужно работать именно с самим событием. Если мы с вами говорим про стресс, который мы испытываем в течение дня, то вечером я рекомендую ванну с морской солью, ашваганду, радиолу можно принять, можно магний принять. И обязательно, обязательно подумать вечером о чем-то приятном и загадать себе планы, создать себе планы на следующий день. Если мы с вами говорим про как себя поддержать, бывает проблема с кишечником, бывает проблема, когда проблема с кишечником, проблема с серотонином. Соответственно, при проблеме с серотонином начинаются проблемы вообще в принципе. И здесь можно использовать 5-ядрокситриптофан, как я сказала, магний можно использовать. И еще один момент, который я всегда рекомендую своим клиентам, это поддержка минерального обмена. Если, как я сказала, нехватка всего, то организм может не спать. Есть еще такая история, как внутренний стресс. И здесь может помочь хлорофилл, который ликвидирует различные нехорошие вещества. В нас попадают тяжелые металлы, у нас есть, бывают какие-то клетки, которые отмирают, и это нормально. И многие не понимают, что бывает стресс чисто физический. Конечно, поддержка эндокринной системы очень серьезно влияет на уровень стресса. Если у вас не хватает антиоксидантов, таких как, например, кандим, магний, как я сказала. Если не хватает омеги, витамина Е, токоферолов, то организм может давать бессонницу. Плюс обязательно, ребята, в течение дня разоботьтесь о свободных аминокислотах. Из расчета одного килограмма своего, на сколько вы там тренируетесь, нужно вам поддерживать, сколько нужно. И это тоже очень важно. Если есть проблемы гормонального фона, то тоже нужно себя поддерживать. Что я рекомендую, если бессонница? Если бессонница, мы с вами смотрим мой ролик про адаптогены. Используем хлорофилл, используем антиоксиданты, смотрим, что у нас в течение дня по кальцию с магнием. Если в тарелке его было слишком мало, то дополняем. И другой момент, конечно, вечером я советую прогулки. Если есть бессонница, то нужно всегда-всегда работать, во-первых, помимо всего этого, с медитацией. Ролик про медитацию я тоже на ютубе выкладывала, как, и это не обязательно там садиться в какую-то позу лотоса, но можно по-другому. Пишите вопросы. И еще один момент. Если в организме вообще не хватает витаминов, минералов, как я сказала, витамина D особенно, может начаться бессонница. И это все влияет. Пишите вопросы. С радостью вам отвечу. Субтитры сделал DimaTorzok